В первый день ноября на арене Морел состоялся финал Кубка Республики Морел по футболу между командами РМТ и ЗПП. Сегодня у нас финальный матч. Встречаются команды-финалисты чемпионата Республики, в котором, кстати, впервые в своей истории победила команда ЗПП. Сегодня своего рода матч-реванш. Опять и две команды играют в финале. Путь был у них немножко покороче, чем в прошлом году. Все соревнования, чемпионаты, кубок проводили в усченном формате по известным нам причинам. Но все же хотел бы выразить благодарность командам, которые приняли участие и в чемпионате, и в Кубке Республики. Есть очень много новых команд, которые впервые принимали участие. Очень это радует, что футбол все-таки в Республике у нас жив, несмотря на все вот эти события. Команды подходили к матчу в своих лучших составах. Тренировались и готовы были показать хороший футбол, чтобы завоевать титул. Расскажите, пожалуйста, как готовились к кубку? Есть какие-то потери перед матчем? Может, какие-то проблемы? Готовились в обычном режиме. Тренировки так особо ставку именно к этой игре не делали, потому что в течение сезона команда наиграна, и коррективы вносить не было смысла. А потери? Потерь нету. Все нормально, живы-здоровы, так что будем играть. Если говорите соперники, как оценить соперника? Очень серьезно. Это многократный чемпион Республики. И даже выиграя у них в чемпионате, никто не верил, что команда ЗПП может победить РМТ. Ну, так, это футбол. Тренирович, расскажите, пожалуйста, о подготовке, о сопернике сегодняшней. Ну, ничего особенного нет в подготовке. Мы как бы в таком обычном режиме. Единственное, что сегодня финал. А финал – это последняя игра, вернее, крайняя игра этого турнира. И для нас это праздник. Поэтому праздник футбола. Футбол жив. Играем сегодня в прекрасном зале в арене «Мариэл». Несмотря на какую погоду, значит, все отлично. Встреча стартовала, мягко говоря, не с дружбы. Буквально каждый стык заканчивался выходом медицинской бригады на футбольное поле. Это могло свидетельствовать только об одном. Футболисты были заряжены на победу. И даже в центре поля не готовы были уступать мяч без борьбы. Опасные моменты, создаваемые футболистами на протяжении 85 минут, не приносили плодов. А именно, не превращались в голы, которых так ждали болельщики, пришедшие поддержать свои команды. Стоит сказать о голкиперах, которые надежно играли у своих ворот. Счет матча был открыт буквально за пять минут до финального свистка. В составе РМТ отличился Евгений Погодаев. И когда, казалось бы, кубок был уже в руках, все перевернул отличный удар Бориса Шевелева за несколько секунд до конца матча. За 90 минут победителя выявить не удалось. Все решилось в дополнительных таймах. На 92-й минуте футболист РМТ сделал дубль и принес своей команде долгожданный трофей. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу команды Филимонова. Продолжение следует...